МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня день депортации карачаевского народа. Про эту печальную страницу народа много сказано, написано и снято фильмов. Но боль сталинских репрессий, не заживающая рана в сердце каждого представителя народа. В Республиканской государственной библиотеке имени Халимат Байрамукова и сняли фильм под названием «Память не знает забвения». О сборе материала и съемках фильма в эти минуты в нашей студии мои соведущие были Джозаевой, расскажет заведующий отделом литературы по искусству в библиотеке Тамара Хапчаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Тамара Юнусовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Но поводом для нашей встречи, конечно, является сегодня печальная дата. 2 ноября для жизни, для всего карачаевского народа. Это, пожалуй, самая печальная страница. И вот в связи с этим ваша библиотека подготовила фильм, который называется «Память не знает забвения». Мне бы хотелось, чтобы вы информацией поделились, для чего это все делалось, как все это делалось. Да, для всего карачаевского народа это очень трагичный день. В связи с этим мы как-то задались целью создать фильм. Мы – это отдел литературы по искусству нашей государственной библиотеки. Руководителем этого проекта стал наш директор Хабчаев Салихисуфович. И мы принялись за работу. Нас в отделе 4 человека. Нам, конечно, пришлось очень много обработать, переработать материалы. Мы подняли все документы. Документы телевидения КЧР, документы свои, что в библиотеке, архивные. Высказывания политиков, высказывания ученых по поводу этих событий. Мы нашли даже свидетелей тех событий, и они нам делились своими впечатлениями. Но мы раньше этим не занимались. Но, как говорится, пришлось. Учились. И мы хотели узнать побольше о том времени. Но это горе. Это горе для народа. Дело в том, что мужское население в то время было на фронтах Великой Отечественной войны. А в принципе были высланы кто? Были высланы женщины, дети и старики. Отсюда в товарных вагонах, а их где-то было более 40 товарных эшелонов, в каждый эшелон входило по 40 вагонов. Вот представьте себе, эти вагоны забивались людьми. В этих вагонах было 50% детей, 30% женщин и 15% мужчин-стариков. Старики, в принципе. И их везли, как они говорили, к месту назначения. Дело в том, что по дороге и голод, и холод, и болезни уносилы жизни людей. И по месту прибытия во многих эшелонах многие вагоны были пустыми, потому что люди гибли по дороге. Ну вот, когда мы все переработали всю эту литературу, смотрели художественные документальные фильмы, читали. Ну, представьте себе наше состояние. Мы как бы жили, что ли, в этот момент, в этот период. И нам действительно хотелось показать ту правду, которая была в то время. Где можно посмотреть этот фильм? Ну, этот фильм у нас и в кратком содержании, в краткой версии, в полной версии, находится у нас на сайте нашей библиотеки. Можно просто зайти в ГНБКЧР имени Хальма Бэра Макавай. Можно посмотреть. Ну что ж, я благодарю вас за полную информацию. Я желаю вам успехов в работе. И спасибо за эту работу. Спасибо вам, что вы пригласили. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Ногайской редакции в 14.30 вести с Ашемезом Хешковым. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр.